Теперь мы на спорте! А пока хотелось бы остановиться на другом аспекте. Для «Факела», если я не ошибаюсь, это уже пятый сезон «Золотом кольце». Поправьте меня, если не так. Да, все правильно. И насколько вот в этом году подготовка к футбольному сезону отличалась от прошлогодней, пандемийной и от предыдущих сезонов? То есть какие-то коррективы, может быть, внесли и каких результатов ожидаете? Подготовка отличается, потому что у нас с этого сезона новый главный тренер – это Захлестин Александр Сергеевич. У него свое видение тренировочного процесса, как и должно быть у нового тренера, скажем так. Раньше немножко начали подготовку, провели полноценных два учебно-тренировочных сбора по две недели на снегу, потому что в наших погодных условиях весна приходит довольно-таки поздно, и потом уже второй сбор на нашем домашнем стадионе «Вершор», непосредственно уже игровые тренировки и работа с мячом. Провели ряд контрольных матчей и, в принципе, скажу так, что процентов на 70 вошли готовыми к сезону. Я знаю, что ваша команда принимала еще участие в турнирах по мини-футболу. Насколько вот такая подготовка, она релевантна, скажем так? Ну, это наши традиционные турниры. Это мини-футбольный сезон, который длится с ноября по март месяц. Это турнир памяти ветеранов, который проходит с апреля по май, и зимний турнир «Снежинка», январь-март. Это наш традиционный турнир, в котором мы всегда участвуем, поддерживаем форму, потому что приостанавливать тренировочный процесс на большое время – это тоже очень вредно и плохо для спортсменов. Тем не менее, главный старт сезона – это все-таки первенство «Золотое кольцо», которое недавно для вашей команды стартовало. И в этом году в турнире принимает участие 12 команд. Годом ранее было всего 9 команд. И, соответственно, что «Факелу» вот в этом году в регулярном чемпионате предстоит провести 22 матча. Соответственно, 11 дома и 11 в гостях. В связи с этим у меня вопрос. Насколько с учетом выросшего числа участников «Золотого кольца» изменился состав? Ведь необходима все равно более длинная скамейка. Кто пришел из ребят? Кто ушел? Кто усилил нашу команду? Во-первых, мы рады, что количество участников растет в чемпионате, потому что начинали мы с 8 команд, потом было 9, сейчас уже 12. И идет такая тенденция, что с каждым сезоном будет больше команд. Соответственно, больше игр, больше домашних матчей, где мы сможем порадовать наших болельщиков. Состав в этом году качественно усилился. К нам пришли три новых футболиста. Это Владимир Кожин с командой «Прогресс», футболист, который играл на профессиональном уровне. Его качества должны пригодиться нашей команде. Это игрок основного состава. Пришел к нам Эльшан Мамедов, футболист, который ранее у нас выступал. Потом уехал в профессиональные команды, попробовал себя. И сейчас по учебе вернулся в Киров. И также помогает нашей команде войти в этот сезон. Дальше он будет смотреть. Если будут какие-то предложения, конечно, мы только будем рады за него, если он куда-то уедет. Но пока он с нами. И пришел с командой «Вектор» Данил Шкарин, известный футболист в пляжном футболе. Вызывался, могу ошибиться, в какие-то уровни сборной по футболу пляжному. Сейчас ему интересно попробовать себя в третьем дивизионе. И также он в нашей команде. Уже есть представление, какие команды в этом году будут бороться за победу и за медали Золотого кольца? И самое главное, сможет ли факел навязать им борьбу и вклиниться в борьбу за золото? Команды Череповец, Вологды, Шинник, Ярославль всегда из года в год, из сезона в сезон ставят высокие задачи. Молодые коллективы Иваново, Тверь, я думаю, будут конкурентоспособны. Они последний сезон особенно показали, что это уже команды очень хорошего уровня. И факел, мы считаем, что мы готовы к большим задачам. Мы не озвучиваем их, мы не кричим направо-налево о них. Мы идем от матча к матчу. У нас есть конкретный поединок, мы выходим его выигрывать. 6 октября у нас последний матч в чемпионате в Череповце. Как наиграем, как подготовились, будем уже смотреть непосредственно по последнему матчу. Вы знаете, сейчас себя поймал на мысли, что выросло не только количество участников, но и поднялся уровень команд. То есть я вспоминаю, два года назад, если не ошибаюсь, команда из Гаврилов-Яма проигрывала здесь с очень крупным счетом, таким неприличным для футбола, то в прошлом году соперничество и сопротивление было достаточно серьезное. Я думаю, что и в этом году будет не меньше. Я думаю, что это будет один из самых интересных чемпионатов. За последнее время команда Вышный Волочок ранее играла в профессиональном футболе. Сейчас они возрождают свою команду в третьем дивизионе. Команда Вологда, сейчас она будет называться Динамо Вологда. Это тоже бывший профессиональный клуб, который тоже хотят возродить в Вологде желаемых успехов. И Череповец тоже хотят играть в профессиональном футболе. Поэтому очень ровная, очень интересная зона, очень интересный чемпионат. Получается, победу в чемпионате одержит тот, кто проиграет меньше всего матчей и потеряет меньше всего очков? Победу одержит тот, кто ее заслуживает, кто лучше готов на данный момент, на данный конкретный матч. Ну и везение, и удачу ее никто не отменял. Я почему спрашиваю про потерю очков, потому что посмотрел на календарь факела, он достаточно такой, мягко скажем, рваный. То есть первую игру вы провели 5 мая, следующую игру вы проводите на выезде 21 мая и третью игру уже 23 мая. То есть получается игра через день. Почему такой рваный календарь и как он может сказаться на выступлениях факела? Специфика календаря нашей команды такова, что у нас нет гладкого календаря, мы не играем раз в неделю. Это связано с тем, что Киров очень отдален от остальных регионов участников первенства. И у нас все ребята, все футболисты работают. У нас любительская команда, которая хоть и стремится, да, и организация тренировочного процесса, и вообще организация клуба стремится к профессиональному уровню, но работу у футболистов никто не отменял. Очень сложно ездить на выезда 3 дня, затрачивая, получается, игра в среду, мы уезжаем во вторник, в среду играем, в четверг возвращаемся, очень для нас это сложно и затратно для футболистов и для их основных работ. Руководство Золотого кольца пошло нам на встречу, мы попросили ставить нам выездные матчи, спаренные так называемые, то есть мы играем в пятницу, день у нас отдыха, в воскресенье у нас второй матч, и мы возвращаемся в Киров. Это, скажем так, такой у нас новый был опыт, мы посмотрим, как это будет выглядеть в этом сезоне, надеемся, что пройдем дистанцию, скажем так, ровно, да, чтобы не было у нас никаких там спадов, никаких провалов. Посмотрим, это для нас новый опыт, новый вызов тоже. Ну, как раз вот в таких матчах спаренных и будет дан ответ, насколько удачно была предсезонка, насколько качественно она была проведена и эффективность ее увидим как раз. Да, тут все уже нюансы вылезут на первый план, скамейка, готовность, психология. Мы плавно так подошли к первому матчу, который провела ваша команда 5 мая. На домашнем поле «Факел» принимал команду «Шинник-2004» и победил, но со счетом 2-1. Выскажу свое мнение, наблюдал за игрой с трибуны, и от игры осталось такое достаточно двоякое впечатление. С одной стороны, «Факел» определенно владел игровым территориальным преимуществом, создал достаточно много моментов и явно наиграл на больше, чем два забитых мяча. С другой стороны, пропустил абсолютно необязательный гол в конце первого тайма и добыл победу только в конце второго тайма, после того, как заработал право на пенальти. Как оцениваете игру вы? Самое главное, что мы добились этой встречи, это победы. Три очка. Матчи и открытия всегда сложные, всегда сложные, потому что ответственность, волнение, тем более из-за прошлого сезона, который мы провели без зрителей, и этот сезон, можно сказать, такой особенный, да, мы все очень ждали на нашем стадионе на «Ветшор», что придут болельщики посмотреть, поддержать команду. Команда волновалась, играла с новым коллективом, который нам не знаком. Да, ребята молодые, 2004 год команды «Шинника» и «Рославь», но эта команда обученная, хорошая команда, находится в структуре очень мощной, в структуре «Шинника», который сейчас выступает в ФНЛ. В любом случае, мы ждали тяжелый, непростой матч, и такой и получился. А может, на игре сказался еще игровой тонус, потому что для «Факела» это все-таки была первая официальная игра, да, до этого проводили товарищеские контрольные матчи, готовились к «Золотому кольцу», а для «Шинника» 2004 это была уже, если не ошибаюсь, третья официальная игра, пусть они предыдущие проиграли, но, тем не менее, игровой тонус у них уже был. Ну, это тоже сказывается, конечно, то есть, когда вы играете первый матч или вы играете третий-четвертый матч, это уже влияет даже на физику, на психологию футболистов, потому что, когда ты готовился после последнего матча полгода, и сейчас выходишь играть, это немножко разная вещь. Будем надеяться, что игровой тонус к нашей команде придет, тем более, что 21 мая мы вновь играем с «Шинником» 2004, но теперь уже в Ярославле, и будем надеяться, что эта игра служится для ребят по результату также удачно, то есть, будем надеяться на победу, а по игре будет заметен прогресс. Да, готовимся выигрывать оба матча. Алексей Михайлович, вы уже сказали, что с этого сезона у «Факела» новый главный тренер, вы же перешли на должность директора, сейчас главным тренером является Александр Захлестин, известный в Кирове футболист, но, тем не менее, вот когда вы наблюдали за игрой со стороны, не было желания подсказать что-то тренерскому штабу, какие-то внести свои коррективы, или вот от этого вы уже абстрагировались, и стараетесь не вмешиваться в то, что делает главный тренер. Главному тренеру я полностью доверяю, у нас, конечно, есть рабочие моменты, где обсуждаем и тренировочный процесс, и игры, которые наша команда играла, но это у нас остается все в раздевалке, да, в нашей, в тренерской, и поэтому Александру Сергеевичу я желаю только успехов, это для него дебютный сезон в роли главного тренера взрослой команды, поэтому у него будет много трудностей в любом случае, как у любого тренера, я себя вспоминаю, когда я начинал, потому что столько информации, столько идей, и надо все это направить в нужное русло, я думаю, что мы ему поможем, как руководство клуба, и вместе будем выполнять поставленную задачу. По итогам матча против Шинника, болельщики признали лучшим игроком матча не нападающего, не игрока полузащиты, а правого защитника Анатолия Твердова. Я думаю, что выбор такой не случайен, потому что, во-первых, Анатолий забил первый гол в этом матче, и достаточно часто подключался к атакам. Вот в этом была установка на матч, и будет ли так по ходу всего сезона, или это, скажем так, не то что случайно, но такое фрагментарное подключение к атакам защитников? Это наша философия игры, что крайние защитники активно играют в атаку. Сильное качество Анатолия мы знали, и выпустили его, играл он, точнее, на этой позиции, с конкретным заданием активно включаться в зону соперника, забил гол, хорошо выполнял установку тренера, поэтому считаю, что заслуженно его признали лучшим игроком матча. Я думаю, что он еще стимулировал к совершенствованию игроков нападения, потому что, когда признают лучшим игроком встречи защитника, я думаю, что у нападающих должна взыграть некая гордость, чтобы тоже показать себя, наверное, так. Я думаю, что вся команда порадовалась за Анатолия, и пусть у нас будет и вратарь, и защитник, и полузащитник лучших игроков, и главное, чтобы команда выиграла матч и зарабатывала третий очко. Давайте перейдем к другой теме. Когда мы с вами договаривались на запись программы, вы попросили перенести ее на другую дату. Я знаю, что вы до сих пор тренируете маленьких ребят-воспитанников факела, и на первоначальную дату у вас был запланирован турнир, от пройдения турнира. О каком турнире идет речь, и каких успехов ваши маленькие воспитанники добились на нем? Я являюсь тренером Вятской спортивной школы Олимпийского резерва, занимаюсь ребятами 2012 года рождения, и сейчас у них с 11 по 13 мая проходил турнир «Загрузи себя футболом» по 2011 году рождения. То есть мы участвовали на возраст старше себя. До этого наша команда играла на прошлой неделе в турнире «Большие звезды светят малым» по своему возрасту, по 2012 году, и заняла первое место, уверенно обыграв, скажем так, всех соперников, которые были непотерпелимы ни одного поражения. Ребята растут, ребята видят, что у нас есть верхушка школы, верхушка пирамиды – это взрослая команда. Сейчас я только что вернулся с этого турнира. 2011 год рождения, наша команда «Факел Ветшор» заняла первое место, поэтому ребята большие молодцы. Мы надеемся, что у них будет большое будущее в футболе, что они будут радовать нас своей игрой, будут будущим «Факела», может быть, будущим сборной России, сборной каких-то профессиональных клубов. То есть только им успехов и удачи. Но вот этот фестиваль – это же был отборочный этап. То есть куда ребята отобрались, где они продолжат свои выступления и с кем будут бороться дальше? Это был отборочный этап региональный. 2011 год и 2011 год поедут на финальный турнир в город Анапа в сентябре месяце представлять Кировскую область на российском финале. Вот вы сейчас сказали, что эти маленькие футболисты – это будущие «Факела». Я вспомнил, опять же, матч против «Шеника-2004», когда ребята, во-первых, вышли с основы «Факела» на матч, как на матчах российской премьер-лиги, точно так же за руку старшее поколение и молодой. А потом, после церемонии открытия, все они ушли на трибуну. И на трибунах очень яростно болели за «Факел». То есть видно, что ребята переживают за своих более старших одноклубников. Ну и видят в них своих кумиров. Я думаю, что это для них был большущий опыт, большущая ответственность выйти со взрослыми, со взрослой командой. Для них это останется на всю жизнь. Это как их был небольшой шаг в будущее, шаг в их большой футбол. И мы очень рады, что они остаются на матчах наших, смотрят наши матчи. И футболисты это видят и стараются не разочаровать наших юных болельщиков. Давайте пожелаем юным футболистам делать как можно больше таких шагов в сторону большого футбола. Ну а футболистам основного состава «Факела» пожелаем удачи в следующих матчах «Золотого кольца». Я напомню, что в гостях у программы «На спорте» был директор футбольного клуба «Факел» Алексей Орлов. А я, ведущий программы Антон Погудин, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. На спорте